А итальянцы, у них такие есть, не перфорированные, а такие шероховатые керамические пластиночки, они на них делают, вот на операциях очень часто. У нас были раньше такие предметные стекла, если, наверное, сейчас... Да, они сейчас, сейчас, да, и вот на ней тоже, она же стерилизуемая, да, вот на ней тоже. Вот, да, инструменты, это скальпель С15, а травматичный микрохирургический пинцет, да, потому что вы должны бережно относиться к трансплантату, не убивать его, вот так вот не сжимать его, чтобы не уронить, как я не знаю для чего. И скальпель 15 или 15С, второй для эпитализации, деэпитализации. Фиксация всех видов трансплантатов, производится. Простыми узловыми швами, мы это уже с вами видели. Что такое швы на вожжах? У них очень много акторов, на самом деле, придуманы они были для таким чехом, его звали Радло Фрацки. В 1984 году он предложил методику кармана для устранения рецессии. Это, наверное, как предпрадед тоннельной техники. И вот это, при вот этой методике кармана он предложил использовать вот эти швы, когда сначала мы фиксируем трансплантат, с одной стороны делаем петлю, выводим, оставляем эту нитку, берем вторую нитку, заводим эту же петлю и потом начинаем подтягивать туда в карман вот этот вот трансплантат. Да, он его затягивает и потом вот так вот расправляется, как в тоннеле, так и вот в этом кармане. Но первично он был придуман, этот шов, именно для вот этого кармана Радски, так и называется. На самом деле, для меня в свое время было очень удивительным, когда я узнала, что в Чехии была, оказывается, такая стильная парадонтологическая школа вообще. И огромный институт, и у них были, вот есть очень хорошая книга, Молгожата Петруски. Яна Петруски, великолепная при генеративной парадонтологии просто книга для того уровня, когда они писали, они уже тогда писали о розово-белой эстетике, о взаимоотношениях лицевого скелета, третьих лицах, эстетических операциях, удлинениях. Это очень большой такой труд, то есть видно, что они на протяжении многих лет этим занимались, конечно. Очень сильная школа у них, поэтому для меня это было в свое время по открытиям таким. Прижимающий крестообразный матрасный шов, это то, что мы сегодня уже с вами обсуждали, он фиксирует принимающему лужу трансплантат и позволяет избегать мертвых пространств. И П-образный шов. Его суть такая же, то есть он тоже для фиксации. Применяется просто вопрос, иногда бывает где-то не прошиться крестообразным швом, тогда можно сделать его П-образным швом. Это ушивание донорской зоны. При методах конвертной мышеловки, он ушивается просто непрерывным, поскольку у нас там нету разреза слизистой, там, да, при получении субопиталиального трансплантата. При методе окна крестообразным матрасным или прямыми матрасными швами, с использованием любой коллаген, содержащий губки. Он закрывается окно и она ушивается вместе. Питание. То, о чем мы должны всегда помнить, не нарушать. Значит, что такое максимальная толщина для восстановления питания? Это максимальная толщина для того, чтобы произошла диффузия тканевой жидкости. Вот эти вот полтора миллиметра желательно толще трансплантаты не делать. Они не нужны толще. Вы получите свою прикрепленную десну, вам полтора-два миллиметра более чем достаточно. Понятно, что все равно же мы на глаз это делаем. Как бы мы ни измеряли, мы все равно погружаем. Невозможно добиться какой-то там 0,2-0,3 миллиметровой точности. Но тем не менее. И питание десневого трансплантата, оно диффузное от принимающего ложи с образованием коллапералей и анастомозов сосудистых. Поэтому первые трое суток трансплантат самый уязвимый. Вот первые трое суток это избегать курения. Вот мы с докторами говорили о боксигенации, о каких-то там кислородных коктейлях. То есть, вот это все, конечно, будет улучшать приживляемость трансплантата. Но, еще раз я говорю, если у вас хорошо препарирована принимающая ложа и полноценный, хороший, неубитый слизистный анастичный лоск, под которым закрыт трансплантат, у вас все будет хорошо и все выживут. Потому что, если вы соблюдаете все вот эти вот принципы и протоколы, то этого достаточно, чтобы избежать каких-либо неприятностей. Значит, еще раз могу сказать, я работаю тоннельной методикой, но я ее не люблю. Потому что она очень часто не позволяет провести настолько точно и ювелирно работу. Люди, которые работали тоннельной методикой при тонком биотипе Десны, знают, что может произойти, когда вы ее отслабиваете. Вот поэтому есть работы, при которых надо выбирать стопроцентные результаты, стопроцентное попадание. Тоннель не решение для всех вопросов. Питание диффузное, такое же, Смитно-Десневого трансплантата и доэпитализированное, субэпитализированного. И, конечно, откат надкосницы, слизистый анастичный лоск, он покрывает ее частью там, где у него надкосница, он ее укрывает, защищает, питает, холит и лелеет. Как правило, такие трансплантаты очень редко погибают. То есть, все, что закрыто, слизистый анастичный лоск, даже если они немного где-то видны, из-под десны, из-под контура десны, как-то при адаптации, при фиксации так получилось. Это не страшно, они всегда выживают. Самый сложный трансплантат – это свободный десневой при открытом методе, при двухэтапных методиках. Конечно, там очень большие риски. А эти трансплантаты, они выживают с большой-большой вероятностью. Ну вот я сейчас клинический случай покажу тот самый, который мы рассматривали, третий класс. Глубина абразии почти 3,5 мм в данном случае. Никакого другого решения, естественно, кроме как коронального смещения в данном случае, потому что больше лицей седа, ближайших зубов нету. Здесь выполнен так разрез, потому что тонкий виотип и трапециевидный сосочек хирургически выбран именно поэтому. Потому что для того, чтобы была большая площадь поверхности состыкования хирургического сосочка с анатомическим, ну вот по протоколу, да, мобилизация, депитализация сосочков, обработка корня, забор трансплантата, это анестезия сделана. Ну, пожалуйста, метод окна, прямой доступ. Ушитая донорская зона, депитализация. Ну, фиксация простыми узловыми швами к депитализированным анатомическим сосочкам с полным закрытием абразии. Потому что в данном случае при таком глубоком дефекте, корнеабразивном, под трансплантатом может скопиться или последовательно косичным лоскутным сгусток, который потом рассосется, и у нас просто все обвалится вниз. Ну, теперь пишется на пациентной лампе. Больше. Больше. Ну, пациентка отказалась категорически делать адентопластику. Она сказала, что у нее все рецессии, потому что ей вот эти шейки запломбировали когда-то. Я ее уговаривала, уговаривала, но никак. У нее еще. Адентопластику? Любым композитом, каким вы работаете, не знаю. Я работаю эстелайтом. Ну, для... Вот я закрываю только для своих пациентов эстелайтом. Ну, мне нравится, как он себя ведет. Эстетически просто.